здравствуйте дорогие друзья и гости канала меня зовут заяна это канал обязание зару сегодня у нас 26 июня до воскресенье и это мое отчетное видео за неделю прошлое видео снимала в субботу так как уезжала и небольшие продвижения у меня есть даже есть пару готовых работ сейчас немного покажу ну то есть я сейчас покажу готовые работы свои потом переключусь на стол покажу свои продвижения потому что на столе лучше видно что получилось и в конце мы с вами поболтаем так первая готовая работа это детский свитерок который я вязала все-таки его домучила вот такой свитерок я вам тоже покажу на столе и ажурный узор проходит по спинке мне нужно было связать насколько я помню два рукава вот я только не помню нужно было тушку провязывать вниз это нет или было она готова вот этого я не помню но точно знаю что рукава я завершила рукав у меня получился три четверти связанные с пряжи ализе сал стопроцентный акрил с добавлением люрекса очень красиво получилось рука в три четверти так как сидит фотография у меня нет к сожалению но сидит очень хорошо а вот я помните вязала детскую кофточку сейчас надо тоже вам покажу мне нравится посадка связано очень красиво отпарено отглажено но горловина во первых сидит не очень красиво но это можно будет все-таки пройтись либо крючком либо спицами а вот в зоне подмышек поповщица я себе вижу такие модели сидит хорошо может быть для того что грудь у меня из-за этого посадка красиво но на ребенке это смотрится очень не очень не очень хорошо так показать сказала до кофточку и шапочку я завершила у меня маркеров не нашлось я уже поставила булавку здесь провязано около 8 рядов но это два сантиметра где-то ну все я и завершила слава богу разного таким взором козы жгутики она двойная так что вот шапочка готова на сезон у нам есть что ли ниточка торчит я ее не стирала не свитерок не шапочку я не стирала так как шапочка у меня либо будет носить средний сын либо старший старшим не любят помпоны а средний умение любит из этого я пока не придумала какой здесь будет помпон вообще он будет или нет но она готова мне осталось немного пряжи может быть я свяжу вот это пряжа снуд пряжа называется ализе кашмира стопроцентная шерсть могу сказать что после стирочки она растягивается очень сильно но там указано насколько я помню мериносовая шерсть и я взяла свитерок я его постирала сначала руками потом разложила на ровной поверхности он такой сильно прям растянулся думаю боже на кого же это будет а потом она сама так собралось на место села и было очень хорошо это шерсть она тянется а потом принимает ту форму которую вы придали изначально на ровной поверхности скажу что после носки вот я уже ношу два года свитер после пяти стирок наверное уже появились катышки но их тоже можно снять убрать ну вот эти вот катышки они появились так все что я хотела сказать по этим изделиям теперь мы переключаемся на стол и смотрим мои продвижения ну а теперь давайте посмотрим что у меня получилось так вот эти два моточка я вяжу себе маечку сейчас вам покажу мой какая красота получается для меня захватил этот процесс не знаю обидно вам будет или нет вот нижнюю часть я вам показывала уже вот такие красивые ажурный узор по низу идет потом вот такой другой ажурный рисунок и светлой пряжи затем комбинация лицевой глади и вот этот ажурный узор повторяется вот здесь вот по верху немного и потом идет другой рисунок вот смотрите как красиво получилось мне очень понравилось что там нитка вот смотрите что здесь получилось у нас здесь вот такой квадратик вырисовывать из этого квадратика нет вот смотрите видно дальше опять есть квадратик вот этот вот тут дальше его нет этого квадратика ну очень красиво ты здесь ряд без квадратика внутренних здесь вот ряд с квадратиками внутренними здесь тоже ряд а здесь вот так как бы цветочек получается но схему я тоже вам оставлю виде статьи на яндекс цене чтобы вы могли связать такое и мои продвижения сколько сантиметр аж прям сама интересно сколько же у меня получилось так 19 сантиметров у меня провязана но я остановилась потому что пока не знаю как дальше распределить узор и каким-либо цветом потемнее вязать вот этим бежевым либо светлым пока не знаю но мне нужно тоже остановиться подумать бывает такое что когда я не доделала или не додумала какую-то модель то я мне такое появляется какой-то стопор продвигать его не могу из-за этого пока остановилась на этой неделе тоже на следующий следовательно завтрашнего дня буду продвигать этот процесс сначала зарисую на листике а потом уже буду вязать так вижу спицами номер 4 металлические так это вот то что касается этого процесса следующий процесс есть продвижение но небольшие это я вижу тунику из пряжи стопроцентных хлопок пехорка детский хлопок не помню как называется не буду сейчас вас обманывать и вводить в заблуждение вот маркирочек у меня провязаны здесь буквально два один ряд по моему да вот один рядочек и сейчас у меня это пятьдесят пятьдесят пять наверно сантиметров или 50 точно скажу 53 сантиметра у меня да и здесь или даже 54 ну в таком спокойном состоянии непостиранном не отпаренном у меня 54 сантиметра вот здесь вот у меня 54 вот так вот я хочу это связать наверно высоту сантиметров 60 скорее всего но я посмотрю по узору как я буду соединять плечевые швы на каком ряде либо на вот это где полустолбики я вижу либо на вот этом где арочка мне идут но пока я не знаю потому ее на меня лежит еще не придумала так вот эти два процесса я буду продвигать цвет такой фуксия на камеру немного неправильно передается у вас и коврик из остатков пряжи то что я тоже вижу вижу вам тоже покажу вот сколько я связала у меня была провязана вот до вот этих пор я связала вот три дорожки между ними два ряда три четыре пять шесть семь восемь девять десять 11 рядов получается провязана диаметр диаметр этой работы у меня еще конечно много моточков 60 сантиметров у меня здесь и поперек 31 сантиметр я вот вижу из таких вот остаточка вот смотрите зелененький цвет такой белый с голубым у меня цвет и пряжа alize lanacold 240 метров 100 граммах распущенная пряжа это был у меня джин пирог я уже говорила вот у меня я рукав распуская сразу увязываю и еще у меня там один клубочки есть так что мне еще вязать или дать не перевязать вот вот такой вот коврик вяжется вижу крючком номер пять металлическим и вот эти работы то что я вам показывала хочу вам показать поближе ну красиво получилось правда красиво пряжа alize кашмира говорила по моему ну вот шапочка это и джин пирог хотите даже измерим связано обычным регланом сверху на возрасте 4 котика так тоже болит по второму кругу 34 сантиметра он у меня вот в длину длина рукава от подрезов 20 20 сантиметров и набирала я 100 петель можете связать очень быстро вяжется просто у меня много процессов из-за этого я его ждала долго тушка у меня связаны спицами номер три резинка у меня связана спицами номер два паре главным линиям идут вот такие отверстия то есть накид лицевая накид и в каждом втором ряду я делала прибавки на этой неделе у меня связались полностью два рукава я не делала убавок просто я связала ровно потом когда дошла до резиночки убавила в каждом восьмом каждую восьмую петлю я убавляла да то есть я всем провязывала 8 и 9 провязывал две петельки вместе лицевой убавила перешла на спицы номер два и провязала 9 рядов резиночки один на один и все и по спинке вот такой узор у меня идет ну не знаю буду я мастер-класс мини мастер-класс выпускать или нет но может быть выпущу очень легко вяжется ну тоже оставлю наверное напишу у меня просто самой схемы нет я брала из описания классный узор прям супер вы знаете его можно даже вязать наверное не только джемпера и свитера может даже не знаю палантин или шарф или просто джемпер какой-нибудь полностью связать этим узором я думаю тоже красиво будет смотреться так что так азиатский росток у меня идет здесь обратно поворотными рядами связано было сантиметра два по-моему это два не три сантиметра потом я добирала петельки 11 петель я добрала и все и специально по петельная конечно отдельно наверное сниму мк мини мк и расскажу по петель на сколько чего и как так вес работы меньше чем 100 грамм если у вас есть один моточек пряжи а лизы сал берите и вяжите я вам рекомендую потому что вот у меня маленький моточек остался на тушку у меня ушло 60 грамм и на рукава все остальное здесь наверно грамм 8 ну может 9 сейчас давайте весы возьму и точно вам скажу так вот весы я принесла посмотрим 15 грамм а ведь я сказала 8 15 14 в маркирочке наверно надо снять ну то есть получается что вообще 30 это 25 грамм что ли на руководку и 87 грамм не поняла 102 грамма видите не знаю видно вам или нет здесь написано под 103 грамма как такое может быть не знаю может весы обманывают ну так вот 89 вот смотрите значит 100 граммовый моточек на полноценный джемпирог хватит вот так и разочарование моё прям даже после этого не хотела снимать мастер-классы потому что я связала вот такую маечку помните он показывала вот такая майка я ее отпарила ну классно на прям супер такая вот нежная получилась податлива не нравится горловина как светлая у ребенка здесь можно конечно обвязать несколько рядов крючком или спицами это однозначно рукава я не обрабатывала просто про гладила отпарила и вот здесь вот в этом месте топорщица я себе вижу такие модели они сидят хорошо на ребенке плохо надо было либо сделать вот так вот убавки по пройвам и провязать сделать на тонких бретелях потом отдельно связать рукава либо надо было делать плавные прибавки или сразу 18 петель прибавила нужно было сначала прибавить например одну петлю потом одну петлю потом две петли потом три и потом вот эти все остальные например 10 петель тогда по нам было пошло плавненько был бы рукав наверное как летучая мышь скорее всего наверно все дела намного лучше здесь вот в этом месте сидит не очень красиво я вам вставлю фотографию вы посмотрите если вам нравится вы мне напишите я все таки сниму мк и расскажу по петель на как я вязала как я даже я снимала видео как я отпарила как я подгоняла на спинку к переду ну то есть все 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 досконально все снимала но и выпустила потому что но не нравится милок сидит вот застопорилась она мне и все так что вот такие работы на следующей неделе я буду продвигать только два процесса вот этот и вот этот потому что вступила еще в один совместник свяжем скатерть так что можете пройти посмотреть все видео либо и мои и девочек которые участвуют вместе со мной ссылка будет в описании если вы пойдете зайдете на мой канал и мою на мою видео подскать это будет ссылка на всех девочек в описании ну что дорогие мои друзья что со мной приключилась ничего со мной не приключилась слава богу поехали мы быстро-быстро собрались дорогу папа если у нас папе что-то ну пришло в голову и надо ехать то мы все собираемся дружно смело берем все необходимое то есть самые необходимое сменное белье и едем дорогу поехали в калужской области уже когда говорила бабушки от среднего ребенка бабушки в гости скорее всего он будет наверное месяца ну на второй день у мамы уже слезы на глазах все я плачу мой муж этой зайчка что ты плачешь ну как и не плачешь соскучилась и вот стараюсь ему но каждый вечер я звоню конечно не каждый день мы с ним разговариваем потому что но он играет гуляет зачем я лишний раз буду его отвлекать и даже вот если со мной расстраиваться ну а сегодня и вчера вообще занималась кололазанием лазила я по деревьям если честно не по стенкам а по деревьям потому что собирала урожай и я открыла уже сезон консервирования он закрывать из помидоры и поставила вариться вишневое варенье ну у нас так было распределение обязанностей ребенку ты собираешь вишню я закрываю ну ребенок спал долго я решила сама собрать только дала ему целого ты вместо меня моешь полы вместо тебя собираешь так что вот такие у меня дела что еще одно больше ничего не было пока но если бы какая-то поездка я вам обязательно скажу было вам еще сказать что у меня есть канал на яндекс цене так как я это видео выпускаю каждую каждое воскресенье стараюсь по крайней мере пускать я опускаю сразу на двух площадках на ютубе и на яндекс цене если кому-то интересно вы можете зайти на яндекс цен и посмотреть там мои видео потому что не все видео которые идут на яндекс цен и я скидываю на youtube но с youtube это в основном много видео не скинула но последние прошлых годов я открыла канал в сентябре двадцатого года да нет не 20 21 года и те видео которые были в двадцать первом году я не скидывала не скидывала на цен кому интересно вы можете пройти то есть я ссылки оставлю там и там ну а теперь все наверное точно пока пока до новых встреч до новых встреч увидимся в других роликах